Книга «Открытым оком», 8 том, тема богослужения, вопрос 2093. «Если возникло так много монастырей, и такие в них были замечательные уставы, все приходящие вновь легко усваивали эти правила, то, наверное, правил этих не так много, и каждая семья могла бы применять их в последневной жизни, хотя бы отчасти», – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В древних иноческих уставах решились предложить на ознакомление людям только краткие выпуски из уставов, то они весьма впечатляют. Книга большого формата, 666 страниц. В ней можно ознакомиться с некоторыми правилами монастырей. Правил Пахомя Великого, 294. И он их свел в 21 правило. У Орсисия 56 правил. И у общих правил, вероятно, коллегиально принятых 67. У Василия Великого 419 правил, и для женских монастырей еще разъяснение в 19 правилах. Иоанн Кассиан только в трех его книгах, 61 глава, у Ведендикта 73 главы. Можно предположить, согласно некоторых пояснений в книге, что для внутреннего пользования есть еще более расширенные варианты, и в каждой главе есть подпункты. Есть много полезных правил и вполне приемлемых всеми здравомыслящими. Когда я законспектировал книгу сию, то понял, что для читателя не смогу и малой толики дать прочесть. Это нужно иметь саму книгу. Главы отдельно иногда занимают по несколько страниц. Если надумать и применять эти правила сегодня на практике, то будете срок мотать в строго режимном лагере, как садист, мазохист, попирающий все нормы нравственного поведения и раздавливающий личность человека. Десятки правозащитных организаций сразу же устремятся против вас, как тоталитарного волка. Абсолютное полное подавление личности. Воля человека – главный враг в монастыре. Даже посылку с воли не может получить рядовой, она будет выставлена на общий стол. Случалось, что раскоинвоированных монахов выводили на сельско сработать в поле. И вот тут был самый подходящий момент сбежать из своего гулага. Правила и это предусматривали, что старшой на больший, как его зовут, должен был хватиться этой потерей и немедленно сообщить в город солнце своему Джиму Джонсу, основателю народного храма, и искать беглеца. Три часа, в которые он мог бы отдалиться от любого монастыря, были для него спасительными. Но губительными для него, для его надсмотрщика. Страница 153, правило 288. Если убежит, кто и смотритель, раньше трех часов не донесет ави, то будет повиден погибли брата. Разве только опять найдет его? Пункт 152. Двести восемьдесят девятое правило. Вот наказание тому, кто погубит какого брата из дома. Три дня нести публичное покаяние. Но если он донесет в тот же час, как тот убежит, то виновен не будет. Двести девяностое правило. Если смотритель увидит какой-то грех в доме своем, и тотчас не обличит согрешающего, и не донесет авиамонастыря, сам понесет установленную за тот грех епитимью. Домом называется общий барак. В ГУЛАГе аунацы устроили таким доносчикам полную рубиловку, вырезали их на рассвете. Исключительно страшным грехом почиталось заступничество за наказаемого. И им внушалось принимать даемые им приказания с таким благоговением и исполнять им с такой готовностью, как бы они исходили непосредственно от самого Бога. Рассуждать о повелении не разрешалось, и вообще заповедовалось ни в чем не верить своему уму и рассуждению. Чтобы скорее и надежнее утвердить их в последнем, часто даваемые были им приказания, исполнение которых казалось ни с чем не сообразным. Так делалось в той мысли, что кто в этих случаях исполнителем без рассуждения, конечно же будет таков и во всех других. Правила Кассиана, книга 4, пункт 8, 9, стр. 106, правила 57, Пахомия. Сей блаженный Иоанн от юности до совершенного мужеского возраста служил старту своему, пока тот жил на свете. С таким смирением исполнял ему его повеление, что стам стадец изумлялся его послушанию. Желая, однако же, точнее узнать, откуда у него такая добродетель, от веры ли истинной и глубокой и простоты сердечной, или от притворотства, принуждена и оказывается только перед лицом того, кто дает повеление, старец назначал ему послушание то пустые, то ненужные, то неисполнимые. Однажды старец взял из своего дровянника хворостинку, давно срубленную, совершенно иссохшую и даже от древности немного позагнившую, и воткнул ее в землю. Велел поливать ее дважды в день, принося воду на своих плечах, чтобы она, будучи таким образом каждожневно орошаема, пустила корни, оживила, разветвилась. Приняв это послушание с обычным благоговением, юный инок, нисколько не рассуждая о невозможности получить то, что ожидалось будто, исполнял это неопустительно каждый день, нося воду за две почти мили, три с половиной километра. Так поливал он свое деревце в продолжение целого года, не пропуская ни одного дня, ни за болезнь, ни по болезни, ни по причине праздника, ни по причине нужнейшей какой-либо работы, ни из-за зимней стужи и непогоды. Старец молча наблюдал за этой неутомимостью его и удостоверил, что он и принял, и исполнял его приказания в простоте сердца, без всякого колебания ума, как бы оно было дано ему свыше, чем доказал искренность своего смиренного послушания. Почему, желая положить конец этому испытанию, подошел он к сухой хворостинке и сказал, ну что, Иоанн, пустило ли корни дерева наши или нет? Тот сказал, не знаю. Тогда старец, как бы пробуя крепко ли он в корнях своих, легким движением вырвал хворостинку перед глазами его и бросил ее, чтобы он не поливал ее более. Страница 1570, глава 24. «Намочил и самый камень. Но ему нисколько не подумалось, что послушание неисполнимо, ибо из благоговения старцу по искренней простоте послушанию он от всей души веровал, что старец ничего не прикажет даром, на что не было бы у него разумного основания». Память святого Иоанна, 27 марта, страница 572. Стихотворение. «Над нами те же, как древние небеса, и так же льют нам благо своих потоки, и в наши дни творятся чудеса, и в наши дни являются пророки. Бог не устал, Бог шествует вперед, мир борется с рождебной силой змея, там зрит слепой, там мертвый восстает, Исаия жив, и жив Иеремия. Не истощил Господь своих даров, не оскудел верховной благодатью, он все творит, и Библия миров, не замкнута последнюю печатью. Кто духом жив, в ком вера не мертва, кто сознает всю животворность слова, тот всюду зрит наитие божества, и слышит все, что скажет Иегова. И разогнав кудесничество чад, в природе он усмотрит святость чуда, и не распнет он слова, как Пилат, и не предаст он слова, как Иуда. И брата он, как Каин, не сразит, гонимого с раздушной ласки примет, смирением надменных пристыдит, и слабого и падшего подымет. Не унывай, о малодушный род, не падайте о племенах земные, Бог не устал, Бог шествует вперед, мир борется с рождебной силой змея. Владимир Веникдиктов, 1860 год Слово и Дух, антология русской духовной поэзии, 10 по 20 веков, Минск, 2003 год, 528 страница.